Во-первых, мы должны понимать, что «Ля Иляха», когда мы говорим, «Ля Иляха, Илла Аллах» делается на две части. Первый – «Ля Иляха», нету Иляха. Второй – «Илла Аллах», кроме Аллаха. «Ля Иляха», когда мы говорим, это «Нафи», отрицаем. Никакого Бога нету, никакого Иляха нету. Когда человек говорит, например, «Я поклоняюсь Абрахме». Абрахма – это такой бог у индусов. Он дает жизнь, он забирает жизнь, он дает нам риск и так далее. Кто-то говорит, «Я поклоняюсь Будзе». Кто-то говорит, «Я поклоняюсь такому-то пророку». Кто-то говорит, «Я поклоняюсь такому-то идолу» и так далее. Когда говорит верующий мусульманин, «Ва яфках на'на», тем самым сердцем понимает, что такое «Ля Иляха», значит «Ля маабуд би хақ илля Аллах». Нету ничего достойного, чтобы мы поклонялись, кроме Аллаха. Некоторые говорят «Ля Иляха», то есть «Эй ля халиқ». Нету Творца, нету Создателя, кроме Аллаха. Но это неправильный перевод его. Почему? Потому что во время посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалам, люди говорили, те самые курайшиты, те самые язычники говорили, то что «Ля халиқа илля Аллаха». Нету Творца, кроме Аллаха. Биддалиль, Далиль на это в Куране. Всевышний сказал, Если ты у них спросишь, кто их сотворил, они непременно скажут «Аллах». Также если спросишь, кто сотворил небеса, землю, они говорили «Аллах». Если у них спросишь, кто створил небеса, землю, они непременно говорили «Аллах». Кто дает риск, они говорили «Аллах». Если спросишь, кто дает с небес дождь, после этого растет почва, они говорили «Аллах». То есть теперь задаются вопросы, если они говорили, что наш создатель «Аллах», то, что нам дают риск «Аллах», то, что оживляет землю «Аллах», почву, то, что из небеса землю сотворил «Аллах». Субханаму ата'аля. Творение небес земли мы с вами упомянули на прошлой лекции. Это более величие, чем творение нас самих. Творение небес и земли – это более величие, чем творение человека, чем творение людей, создание людей. Тогда в чем же у них была проблема? Проблема была в другом. Опираясь на другое, хотел бы одну историю жизни упомянуть здесь. Когда я еще учился во время учебы в Саудии, это часто вспоминаю, но напоминает, поистине напоминание, помогает верующим. Сидели мы в аэропорту Домодедова. Я ждал свой самолет через Стамбул в Риат. Со мной сидел тоже один русскоязычный человек. Мы с ним разговаривали. Я говорю, я мусульманин. А он говорит, я атеист. И когда у нас пошел разговор с ним о Боге, о Творце, о Создателе, о Вселенной, он сказал то, что Бога не существует. Нету Бога вообще. Я тогда говорю, то есть опять же, он не то, что даже бывает язычник, бывает атеист. Язычник, когда верит в Бога, но Богу предаются товарищи, еще чему-то поклоняется. Огню поклоняется, идолам поклоняется. Атеист вообще мульхит, вообще не верит. Он даже не верит, что Создатель Всевышний. Он говорит, и начал свою философию объяснять. Религия это опиум для народа. То, что мы видим, то существует. То, что мы не видим, то не существует. Вот мы сидим, друг на друга смотрим, мы существуем, понимаем. Тогда акль, разум, невозможно увидеть. Мух, наш мозг, возможно увидеть. Разум невозможно увидеть. Ни один электрик не видел тока. Есть искры, есть свет, ток невозможно увидеть. Боль, когда человек чувствует, невозможно увидеть. Кислород, чех, сказал, да, невозможно увидеть. Душа, невозможно увидеть душу. А ведь никто не говорит, что у меня нет души, правильно? Даже самый такой ярый атеист, он скажет, у меня там добрая душа, широкая душа, там большая душа. Ну где она душа? Невозможно его видеть. Ру. Поэтому не все, что мы не видим, не существует. Я ему задал вопрос, иначе как тогда вселенная появилась? И теория большого взрыва. Было что-то, оно взорвалось, и все это, мать природа сама по себе появилась. Обычно, когда разумный человек понимает, когда что-то взрывается, все разрушается. Даже дети, вот, кубик и рубик играют, один постарше построил, младший подошел, что-то маленький кинул, все разрушил. В песочнике, помните, что-то строили, мы там, помладше подходит ребенок, что-то кинул, все разрушил. Маленький взрыв. Как же может что-то построиться после взрыва? Даже если так, вопрос, вот это то, что первое, что взорвалось, откуда оно появилось? Мы сейчас скажем, вот это кольцо, я говорю, тогда у меня другое кольцо было, вот это кольцо само по себе появилось. И положил, поверите? Он смеется, говорит, то есть, я говорю, никто не поверит, там, скажем, камень из африканских стран привозят, потом в Европу отвозят, огранку делают, потом привозят на завод. Один там металл привозит, другой там оттачивает. Там над маленькой вещью целый завод работает, и даже может быть несколько. А как тогда небеса, земля, облака, солнце, луна, день меняется на ночь, ночь меняется на день, подводный мир, животный мир, растения, все это кем-то еще управляется. Как тогда можно само по себе появиться? Он говорит, хорошо, вы утверждаете, что есть создатель. У каждой вещи такая теория. У каждой вещи должен кто-то сотворить. Хорошо, кто тогда Бога сотворил? И это часто задается вопрос, недавно тоже, когда у меня один друг есть, он вчера должен был приехать, проспал самолет брат один, Курбан, он говорит, у меня вопрос, тут шофер тебе хочет задать. И он со мной пошел, разговаривать начал. И тоже мне задал вопрос, кто Бога сотворил? Он говорит, я его уволил после этого. Я говорю, зачем ты его уволил? Он говорит, нормальный вопрос, это как он? Не, у меня вообще, как он может тебе такие вопросы дать? Астахфурллах, брат. Наоборот, нужно через вопрос зарождается ответ, аль-хамдуль. Поэтому, наоборот, нужно ответить человеку, если не знаю. Я говорю, Бога никто не сотворил. Почему? Потому что, Аллах в Коране говорит, халику курилищай. Аллах творец всего, создатель всего. Если кто-то его сотворил, он уже не халик, а махлюк, творение, создание. Если даже человек скажет, найдется такой человек, и скажет, да, Бога сотворил, там, другой Бог. Другой скажет, а кто сотворил того, кто сотворил того Бога? И будет бесконечный диспут. Что первое появилось, курица или яйцо? Яйцо из курицы, курица из яйца. И сколько бы мы не спорили, нужно остановиться. Есть потолок, начало всего и вся. Илья вахид. Один творец, один создатель, халик, сотворил все. Субхану ва Тааля, ничто с ним не сродится, ничто на него не похоже, он всеслыша, всевидящий. Он творец создателей. Но самый интересный, когда мы взлетели, он перекрестился, и потом, я говорю, ты же по-своему веришь в Бога? Он говорит, на всякий случай. Вдруг он существует все-таки. Вдруг он существует, поэтому говорят, во время страха атеистов не бывает. Когда человеку страшно, атеистов не бывает. Субхану ваше. Субтитры создавал DimaTorzok